Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 28 марта, в неделю Вторую Великого Поста, Православная Церковь совершает память священномученика Михаила Богословского Пресвитера. Священномученик Михаил родился 5 сентября 1883 года в селе Сошки Липецкого уезда Тамбовской губернии в семье псаломщика Константина Богословского. В 1905 году Михаил Константинович окончил Тамбовскую духовную семинарию, в 1909 – Санкт-Петербургскую духовную академию и был направлен преподавателем нравственного и догматического богословия в Таврическую духовную семинарию в Симферополе. В 1921 году с приходом в Крым большевиков семинария была закрыта. Священник Николай Мезенцев, с которым Михаил Константинович, живя в Симферополе, подружился, устроил его преподавателем логики и педагогики в женскую гимназию Станишевской. Священник Николай Мезенцев, с которым Михаил Константинович, живя в Симферополе, подружился, устроил его преподавателем логики и педагогики в женскую гимназию Станишевской. Здесь он познакомился со своей будущей супругой. Однако светская карьера не прельщала его и в 1921 году, исполняя горячее желание Михаила Константиновича, архиепископ Таврический Никодим Коротков рукоположил его во священника к Вознесенскому собору в городе Бердянске. В 20-х годах власти часто инициировали религиозные диспуты, давая возможность выступить на них и православным. Отец Михаил был активным участником таких диспутов и, будучи человеком весьма образованным, всегда побеждал своих безбожных противников. Это было отмечено властями и в 1924 году священник был арестован. Однако следователям не удалось доказать его вину и после непродолжительного пребывания в тюрьме он был освобожден. Вскоре отец Михаил был возведен в сан протеерея. К середине 30-х годов все храмы в Бердянске были или закрыты, или захвачены обновленцами, за исключением Покровского, где настоятелем был протеерей Виктор Киранов, и отец Михаил стал его верным и активным помощником. Когда в 1936 году стало известно, что власти приняли твердое намерение закрыть и этот храм, отец Михаил помог настоятелю организовать собрание прихожан, которые 8 января 1937 года единодушно постановили храма не отдавать. Однако, несмотря на это, храм вскоре был закрыт, а священники Михаил Богословский, Виктор Киранов и Александр Ильенков арестованы и заключены в тюрьму в Бердянске. В тюрьме следователи жестоко пытали отца Михаила. Священник во время допросов сосредоточенно молился, время от времени осеняя себя крестным знаменем. Следователь, видя крестное знамение, пришел в ярость и, размахивая наганом перед лицом отца Михаила, потребовал, чтобы он прекратил креститься. Но священник на это спокойно возразил. «У вас свое оружие, а у меня свое». На все вопросы следователя отец Михаил отвечал, что виновным себя не признает и никогда и никакой антисоветской работы не вел. 29 октября 1939 года тройка НКВД приговорила о протерея Михаила к пяти годам заключения, и он был отправлен в исправительный трудовой лагерь в Новосибирскую область. Заключение отцу Михаилу пришлось нелегко. Еще находясь в тюрьме, он тяжело заболел, так что всякий прием пищи вызывал у него труднопереносимую боль, а в лагере эта болезнь усилилась. Кроме того, некий преступник выбрал священника в качестве своей жертвы. Улучив удобный момент, он стал вырывать у него по волоску, брови, ресницы и волосы. Надзиратель, увидев обезображенное лицо священника, ужаснулся и потребовал назвать имя мучителя. Но священник отказался. Кротость и смиренная великодушие священника поразили мучителя. Он пришел к отцу Михаилу и, упав на колени, попросил прощения. Протоиерей Михаил Богословский скончался 28 марта 1940 года в заключении и был погребен в безвестной могиле. Свидетель его кончины, его соузник, протоиерей Виктор Киранов, писал после кончины пастыря своим родным. «Я жив и здоров по великой милости Божией и заступничеством угодников его, в том числе, считаю, и нашего преподобного отца Михаила. Жизнь последнего была такова, что если вера наша не суетна, а она, без сомнения, истина, то он, по аналогии со всеми святыми, без сомнения предстоит у престола Всевышнего во всей славе своего славного жития». Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоницкого, мученика Агапия и с ним семья мучеников Пуплия, Тималая, Рамила, Александра, Александра Другого, Дионисия и Дионисия Другого, священномученика Александра Ирия в Сидде, мученика Никандра Египтянина, празднуется собор всех преподобных отцов Киева-Печерских, священномученика Алексея Виноградова при Свитере. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok